Привет, друзья! Это Леонид Волков. Я рад вас снова приветствовать на моем YouTube-канале. И я хочу вас пригласить к очередному умному разговору о стратегии политической борьбы. Мы не будем заниматься популизмом, мы не будем заниматься поиском легких решений. Мы хотим серьезно ответить на вопрос, что сейчас на самом деле является болевой точкой режима, где сейчас слабость и, исходя из чего, соответственно, должна выстраиваться политическая работа всех нормальных здравомыслящих людей. Вот к такому разговору я вас приглашаю. Поставьте лайк, устраивайтесь поудобнее и давайте обсудим. Мой ответ, я его сразу предъявлю, не буду ходить вокруг да около, заключается в том, что главная проблема режима, главная болевая точка, это отсутствие ответа на вопрос, за что идет война, чем она должна закончиться, как должна выглядеть конфигурация окончания войны, которая устроит Путина, которая устроит режим. Ответа на этот вопрос Путин не дает никому уже очень долго, полтора года. Был план А, взять Киев за три дня, плана Б так и не было создано, он не был разработан, не был предъявлен. Это приводит к важным последствиям, это приводит прежде всего к падению морали на фронте. Вооруженные силы Украины знают, за что воюют. Они защищают свою страну от агрессора. У них есть понятные цели, освобождение всей оккупированной территории. Вооруженные силы России ответ на этот вопрос не получают. До какой линии надо дойти? Что надо сделать? Официальными целями спецоперации остаются пресловутые деноцификация и демилитаризация, которые, конечно, никакие не цели. Деноцификация и демилитаризация, даже если воспринимать эти дурацкие слова за чистую монету, это как бы не цель, а процесс. Читая Z-каналы, разбираясь с тем, что в головах у сторонников войны, у людоедов, мы прекрасно видим, что у них в головах замешательство и больше вопросов, чем ответов. До какой линии мы сейчас хотим дойти-то? В чем план? Ну, вроде понятно уже, что до польской границы дойти не получится. Даже самые оптимисты и самые верные сторонники Путина за полтора года поняли, что это вооруженным силам России не светит. А тогда докуда идти? Тогда на чем останавливаться? Сейчас держать оборону и не уходить с рубежей ради чего? Я вовсе не выступаю здесь, разумеется, адвокатом дьявола. Моя идея заключается вот в чем. Я хочу вам показать, что отсутствие ответа на этот вопрос превращается в огромную проблему, с которой Кремль не знает, что делать. Ведь не давая ответ на вопрос, какой линии на карте мы хотим достичь, каких целей спецоперации надо стремиться достичь, Кремль не может ответить на вопрос гораздо более насущный для каждого солдата, для их родственников, для командиров. А как долго воевать-то? А когда это все закончится? Раз Кремль не может ответить как, то он не может ответить и когда. А ведь есть проблема усталости, проблема ротации, проблема отсутствия людей в семьях. Кому-то, конечно, заткнули рот огромными выплатами, начисляют эти 200 тысяч рублей в месяц женномобилизованных, обещают гробовые огромные. Но для кого-то это аргумент, для кого-то все равно это не аргумент. Родного человека-то нет, он непонятно где, и с ним будет непонятно что. И непонятно, как долго это продлиться. Эта проблема, безусловно, в первую очередь для самих воюющих, для их командиров, для тех, кто вокруг них и рядом с ними. Они хотят видеть какой-то свет в конце туннеля. А Путин не может этого света в конце туннеля дать. Путин же не может признать, что первоначальные цели недостижимы, что спецоперация провалилась. И поэтому продолжает настаивать. И сам, когда выступает перед прессой, и когда Песков какой-нибудь говорит, когда Шойгу, цели спецоперации остаются неизменными. Каждый раз, когда Путин это говорит, к слову, в Z-каналах поднимается такой ропот, серьезное недовольство. Люди начинают писать, ну объясните уже, ради чего воюем? Украинцы понимают, мы не понимаем. Почему я заостряю столько внимания на этой вещи? Потому что это фундаментальная вещь. Путин не способен дать ответ на этот вопрос, разумеется. А раз так, то для нас очень важно концентрировать усилия на том, чтобы этот вопрос задавать. Чем политическая стратегия отличается от тактики? Тактика это что-то сиюминутное, рассчитанное на краткосрочную перспективу. Увидели какую-то проблему, воспользовались ей. Увидели какую-то возможность, прыгнули туда. Стратегия должна быть рассчитана на долгое время и должна исходить из каких-то фундаментальных предпосылок, из вещей, которые в долгосрочной перспективе не изменятся. Один очень понятный пример. Как так случилось вообще, что главная политическая организация России называется фонд борьбы с коррупцией? Как так получается, что антикоррупционная НКО стала важнейшей политической силой? Ответ. Потому что в 2010 или 2009 году политик Алексей Навальный осознал одну очень важную вещь. Коррупция является фундаментальной основой российского режима. И он не в состоянии от нее избавиться. Эта проблема никуда не пропадет, пока сам режим не сменится. И значит, можно стратегически, играя в долгую, выстраивать политическую работу вокруг борьбы с коррупцией. Мы как-то уже обсуждали это, но это важная вещь. Ну, представим себе, что миллионы людей вышли бы на улицы протестовать против пенсионной реформы. Не сотни тысяч, как вышли, а миллионы. Путин взял бы ее и откатил. В конце концов, вся пенсионная реформа, у нее цена вопроса 250 миллиардов рублей в год, которые власть дополнительно может украсть. Ну, был бы большой протест. Решили бы красть не на этом, а на чем-то другом. Россия большая. Украсть есть что? Мы видели, как власть много раз откатывалась в тактических вопросах, когда люди протестовали, потому что не хотела людей злить. Шиес, сквер в Екатеринбурге, многие другие примеры. Власть не хочет, ну, по крайней мере, до последнего времени не хотела вступать в какой-то мощный конфликт с общественным мнением и пыталась искать какие-то компромиссы в том, в чем она готова идти на компромиссы. То есть, во всем угодно, кроме коррупции. Потому что, если из фундамента путинского режима коррупцию выдернуть, то все рассыпется, ничего не останется. И это тоже анализировали мы с вами и многие другие много-много раз. Там все построено на том, что каждый на своем посту ворует, каждый отстегивает вышестоящему, и вся эта система работает на извлечение максимальной коррупционной ренты из экономики. Путин не может избавиться от коррупции, потому что это означало бы избавиться от себя самого. Алексей Навальный это понял. И Алексей Навальный построил вокруг этого свою политическую стратегию, которая позволила ему демонстрировать порочность режима, привлекать миллионы сторонников, устраивать митинги в десятках городов страны, выигрывать выборы и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот же подход применим и сейчас. Грубо говоря, если устроить большую всероссийскую компанию сейчас за то, что, не знаю, там, семьям мобилизованных платят мало денег, власть заткнет эту дырку деньгами и будет платить больше. Если устроить большую общероссийскую компанию за то, что на фронте не хватает условно марлевых повязок, чтобы гасить недовольство, у власти есть аргумент. Напрячься и сделать больше марлевых повязок любой ценой за счет чего-то другого, наверное, и так далее. Но с компанией, направленной на то, что нет ответа о стратегии, о выходе, о сценарии завершения войны, власть делает ничего не в состоянии. И такая компания всегда будет наносить ей политический ущерб. Чем больше солдат на фронте, чем больше членов их семей дома, чем больше их командиров, чем больше людей в окружении Путина, тех же самых олигархов и кого-то еще, будет задавать вопрос, как и когда все это должно закончиться? Владимир Владимирович, ответь на простой вопрос-то. Давай, что твоя пропаганда? Вот они, все эти Симоньяна и Соловьева, так быстро умеют открывать рты, так быстро умеют рассказывать обо всем на свете. А на этот вопрос почему-то за полтора года ни одного слова не сказали, и все время молчат. Значит, надо дальше тыкать острой палкой, как говорил Алексей Навальный. Вот в это самое место. Туда мы должны нацелить работу нашей агитационной машины. Туда мы должны настроить коммуникацию в соцсетях. Туда мы должны настроить разговоры с сомневающимся. Потому что из-за отсутствия у власти ответа на этот вопрос, сам вопрос становится очень и очень болезненным раздражителем. За что воюем? Чем и когда это должно закончиться? Что такое позитивный сценарий? Ну а дальше уже многие начнут догадываться, что если никого позитивного сценария нет, то надо заканчивать прямо сейчас. Многие солдаты постепенно осознают, как осознавали это солдаты на фронтах Первой мировой войны в 17-18 годах прошлого века, после трех лет окопной войны без серьезного продвижения в ту или другую сторону, что им тут сидеть всю жизнь, пока не умрут, если только война не кончится, если только они не бросят оружие и перестанут воевать. Вот этого, как мне кажется, добиться совершенно реально. Вот вокруг этого должна быть выстроена стратегия политической работы. Найти максимальное количество военнослужащих и членов их семей, людей, уставших от войны и заставить их задавать этот вопрос, задать им его, попробовать показать им, что на этот вопрос нет ответа, заставить их самих задавать вопрос о том, как и когда все должно закончиться. На этот вопрос у Путина нет ответа. И отсутствие ответа, когда оно станет ясным десяткам миллионов россиян, вполне возможно, окончательно сломает всю пропаганду путинского режима. Вот такое мое мнение о том, где сейчас у режима болевая точка. В следующих выпусках поговорим и о том, как эту болевую точку лучше всего использовать. Если вы со мной согласны, поставьте лайк и поделитесь этим видео. Если не согласны, лайк-то все равно поставьте и придите в комментарии, скажите, что вы думаете о болевых точках режима сейчас, осенью 2023 года, и о стратегии действий для оппозиционных политических сил. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока!